Привет, мои дорогие подписчики и гости! Полагаю, настало время сделать нам еще одно видео, где я отвечу на ваши вопросы. Недавно мы вернулись с Бали, с отпуска. Наснимал я огромное количество видео. Надеюсь, в течение нескольких недель я все это дело разгребу. Сделаю видеоотчет, а может быть даже несколько видео. Но, несмотря на то, что был в отпуске, я отвечал на ваши сообщения. Извиняйте, если ответил не всем. И некоторые вопросы мне показались очень интересными, которые будут полезны всем, кто интересуется данным каналом. Ой, что-то у нас дождик начинается. Кстати, только что созванивался с Эдуардом, у них там в Брисбене просто ужас как поливает. Вот, боюсь, у нас не было бы такого. Ну ладно, ближе к делу. Итак, первый вопрос от Алексея. Какую роль играет расход топлива при выборе автомобилей австралийцами? Какие автомобили предпочитают для повседневной езды? Экономичные или с большим мотором? Ситуация, значит, такая. Буквально еще лет, наверное, 5-10 назад австралийцы предпочитали большие машины. Как они у нас называются? Фалкодор. Это смесь Холден Камодор с Форд Фалкон. Машины, в принципе, идентичные. В основном шестицилиндровые. С хорошим таким двигателем на 3 на 4 литра. Есть некоторые восьмицилиндровые объемом 6 литров. Также были популярны Toyota Camry шестицилиндровые. Но в связи с тем, что население в Сиднее возрастает, плотность на дорогу становится больше, парковаться тяжелее, народ потихоньку пересаживается на автомобили среднего класса. И, наверное, в последние, так, уже 7-5 лет больше популярны такие модели, как Corolla, Toyota Corolla, Mazda 3, то есть такие средние автомобили, Mitsubishi Lancer. В последнее время все больше становятся популярны машины еще меньшего класса. Это даже не Golf, а Volkswagen Polo или Volkswagen A, Toyota Yaris. То есть потихоньку все движется к уменьшению, к уменьшению. В связи с этим в Австралии закрываются заводы как Holden, так и Ford, так же и Toyota. Потому что австралийцы пересели на более экономичные автомобили. Какую роль играет расход топлива? Честно говоря, большой. Бензин в Австралии относительно дорогой. Стоит он от доллара 20 до доллара 50-60 в зависимости от дня, потому что цены скачут среди недели. И в зависимости, естественно, от качества топлива. Для повседневной езды предпочитают, конечно, такие малолитражные автомобили. Потихоньку народ пересаживается на байки, хотя байки в Австралии все-таки не так, как в Азии, как мы видели на Бали, в Индонезии. На скутерах здесь так не гоняет. Так что большой мотор, к сожалению, уходит в прошлое. Могу еще затронуть такую тему, как гибриды. Гибриды становятся популярны, но не так, как в Америке. То есть австралийцы к гибридам относятся с настороженностью. Ну и в связи с тем, что до Австралии сюда доходит в последнюю очередь, гибриды сюда особо так еще не дошли. Хотя народ потихоньку пересаживается. Следующий вопрос от Василия. Как с наименьшими финансовыми потерями на комиссии переправить деньги? То есть переправлять ежемесячно из России в Австралию. Ну, наверное, самый простой способ, если вы здесь откроете счет в одном из австралийских банков. Об этом у нас было недавно видео. С Андреем открыть счет можно удаленно, но для того, чтобы его активировать, нужно здесь в Австралии побывать. То есть личное присутствие нужно. Это, наверное, самый простой способ. То есть вы сможете перечислять деньги в австралийский банк, скорее всего, безо всякой комиссии. Другие способы, ну, честно говоря, я не знаю. PayPal берет комиссию, так же, как и Western Union берет определенный процент. То есть, если у вас есть возможность открыть счет в австралийском банке, то самый простой способ будет именно такой. Следующий вопрос от Сергея. Как найти родственников в Австралии? Сергей, честно говоря, я не знаю. Наверное, через социальные сети, потому что не видал я здесь таких вот баз данных, или как вот в русскоговорящей среде в России, в Украине популярны там всякие базы данных, найти родственников. Здесь, а в Австралии такого не встречал. Если кто из подписчиков знает, то, пожалуйста, оставьте комментарий со ссылкой. Но, наверное, самое простое это найти через соцсети, через тех же, там, не знаю, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, через друзей-друзей. В общем, ищите. Следующий вопрос от пользователей, который называется «Канал 3 единицы». Австралия ввела новые санкции против России. Могут ли это впоследствии вообще запретить въезд к гражданам России на территорию Австралии? Не думаю, что будут какие-то ограничения, потому что Австралия, в принципе, открыта для иммиграции, для иммигрантов. И, честно говоря, австралицам не важно, откуда едет народ, главное, чтобы человек удовлетворял квалификацию, удовлетворял требования. Не думаю, что какие-то санкции, они отразятся на запрете въезда в Россию. Хотя, честно говоря, у меня нет знакомых, кто сидит в миграционном департаменте, скорее всего, есть какая-то квота на определенную страну, хотя об этом вроде как не разглашается. Но в общем таком потоке, я не думаю, что это как-то отразится. То есть, учите английский, подтверждайте квалификацию и приедете сюда в Австралию безо всяких проблем. Следующий вопрос от человека под ником «Железный капут». Кстати, очень прикольный человек, спасибо за то, что оставляешь комментарии. Всегда очень интересно их читать. И скорее был совет. Сделай, пожалуйста, выпуск про колбасную продукцию в Австралии. С колбасой, ребят, здесь не так, как в России, не так, как в Украине или Беларуси. Колбаса здесь не настолько популярна. Австралийцы больше предпочитают есть мясо, нормальные стейки, покупать вырезку. Либо жарить сосиски. Ну а сосиски не такие сосиски, которые сделаны непонятно из чего, а сосиски, которые сделаны из натурального мясного фарша. Так что колбаса, конечно, колбаса здесь есть, но все равно народ предпочитает ветчину вместо колбасы. Что в этой ветчине, тяжело догадаться, но мясо, в принципе, там есть. Колбасу, конечно, можно купить и сыр копченую, и копченую. Основно продается в польских, в русских магазинах. То есть магазин, который как-то связан с славянским народом. Вот так можно сказать. Там, естественно, большой выбор. Но опять эти колбасы, они поставляются из Прибалтики, из Польши, откуда-то из Европы. А что касается австралийцев, они не фанаты колбасы. Зачем есть колбасу, когда есть хорошее, качественное австралийское мясо? Следующий вопрос от Ротени, который спрашивает, что заставило меня уехать из России. Ну не то, что заставило, а сподвигло то, что мне захотелось посмотреть остальной мир. Потому что австралийское гражданство дает право безвизового въезда во очень многие страны. К тому же новый язык, новая культура, совершенно другой менталитет. Вот это мне было все интересно. Из России я не сваливал. Почему? Потому что на момент переезда у меня и хорошая специальность была, и хорошая должность, и хорошее знание английского. И в последние минуты я думал, а стоит ли вообще уезжать. Но уехал и об этом никогда не жалел. Следующий вопрос от Елена. Есть ли все дни серьезные детские спортивные школы? Ну, Лен, я не понимаю, что вы имеете в виду под серьезными. Если вы имеете в виду преподавание профессиональными спортсменами, то да, есть и плавание, есть и теннис. Сколько стоит, не скажу. Но школ, в принципе, очень много. Есть и гимнастика для детей, есть и плавание, есть и восточное единоборство, есть и футбол, есть даже и хоккей. В общем, секция на все случаи жизни, так можно сказать. Есть даже секции, которые ведут наши российские ребята. Собственно, куда мы вводим своего малого. Кстати, супруга сейчас туда уехала с мелкой. Стоимость я тоже не скажу. Все зависит от того, где вы живете, сколько раз вводит человека, вашего ребенка на эту секцию. В общем, если вы хотите что-то найти, то вы обязательно найдете. Следующий вопрос от тезки, от Вадика, который спрашивает про легализацию марихуаны. Марихуана здесь под запретом. В принципе, так же, как и все остальные наркотики, и употребление, и распространение, тем более выращивание. Иногда всплывают такие дела, когда кто-то выращивает марихуану. Об этом говорят по радио, так чтобы другие так не делали. Хотя это вовсе не значит, что австралийцы ее не выращивают и не смакуют, так можно сказать. Сам я личное дело не употребляю, так что я в этом абсолютный ноль, абсолютный чайник. Но дело такое имеется. Но поймают за руку, не поздоровятся. Так что лучше держаться от этой дури на стороне. Еще один вопрос от Василия, который просит снять видео о барбекю, как оно проходит вообще в компании друзей, как проходит неформальное общение с коллегами и друзьями австралийцами, чтобы живой, оценить процесс. Ну знаешь, Василий, не все хотят лезть в камеру, особенно австралийцы. Они, честно говоря, не любители залезть в YouTube, тем более видео, которые предназначены для русского говорящего канала. Спрашивала их, но они, честно говоря, не с особым таким энтузиазмом. Наши-то люди и то не хотят в камеру попадать. А как проходит общение, да в принципе так же, как и везде. Шутят, прикалываются, подкалывают друг друга, конечно, и с крепкими словечками, если действительно хорошая компания. В общем, все как обычно. От нашего российского таких шашлыков мало чем отличается. Единственное отличие, что нет негатива. Все обычно такие позитивные, друг друга подбадривают. В общем, мало кто жалуется на правительство, жалуется на какое-то устройство, на какие-то семейные проблемы. В общем, все в таком позитивном розовом цвете. Но если будет возможность, то видео такое сделаю. Следующий вопрос от Константина, который спрашивает. Скажите, пожалуйста, сколько времени Вы учили английский, чтобы сдать экзамен? А с какого уровня Вы начинали? Сложно ли сдать экзамен? И получилось ли у меня это с первой попытки? Ну, дело вообще тоже это видео. Вкратце, учил я с нулевого уровня, потому что после школы, насколько я помню, я мог только считать до соль, не знал алфавит. Все. Остальное я все доучивал сам. Сколько у меня времени ушло? Ну, за английский я не то, что засел, а так начал его учить потихоньку, наверное, с 97-го года. И окончательно так засел уже с планами на эмиграцию, наверное, с 2002-го года, с 2001-2002-го. То есть у меня ушло примерно 2,5-3 года такой усердной подготовки. Причем последние полгода я ездил в Москву на курсы, уже конкретно готовится КАЦ. Почему? Потому что первую попытку я свою завалил, мне не хватило полбала. Но с второй попытки я сдал. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Еще один вопрос от Натальи, которая спрашивает. Скажите, пожалуйста, школьное образование в Австралии подготавливает ли к поступлению в университет? То есть похожа ли система школьного образования на университетскую? Ну, тяжело мне сказать, как вещи сейчас происходят в России, потому что заканчивал школу я еще в другой стране, в СССР. Учился я в институте в России 10 лет назад. Но, судя по заметкам друзей, то, что они говорят на основании личного опыта, то, что я читаю в интернете, в России существует такая вот, как бы сказать, разрыв. То есть выпускнику школы не просто поступить в высшую учебное заведение. В Австралии такого, я бы сказал, нет. То есть тот, кто хочет поступить в университет, тот уже, в принципе, в школе еще к этому готовится. Можно подготовиться, научиться писать правильные ИСы и правильно делать всякие тесты. То есть, в общем, тот, кто хочет поступить, тот поступит. Личного опыта у меня нету, так как здесь я учился только заочно и заканчивал я всего лишь полгодовалый курс. Ребят, если у вас есть личный опыт, то, пожалуйста, оставьте комментарии или полезные ссылки, потому что тема будет интересна очень много. Следующий вопрос от Зои, который спрашивает, как австралийцы относятся к кино, какие жанры любят и само качество кинотеатров, какое. Австралийцы любят здесь кино всякое. Но в большинстве, конечно, любят всякие развлекаловки, где поржать, либо такие блокбастеры, где много спецэффектов. В принципе, то же самое, что крутится в Америке, так же крутится здесь и в Австралии. Кстати, здесь есть и такие специфические, не то же специфические, а кинотеатры, где очень много показов зарубежных фильмов. Допустим, европейское кино, российское кино. Там также устраиваются, скажем, недели российского кино, крутятся только российские фильмы. Или недели французского кино, недели немецкого кино. В общем, тот, кто любит смотреть фильмы, тот найдет практически любой фильм по своему вкусу. Что же касается качества в кинотеатрах, то качество здесь вообще отменное. И звук хороший, и экраны большие. В принципе, народ особо так в кино не ходит. Есть, конечно, такие вот премьеры. Допустим, сегодня у нас премьера Fast and Furious. И 100% все кинотеатры забиты. Но пройдет несколько дней, и в кинотеатре, не знаю, в зале рассчитанном на 500 мест, там будет сидеть человек 15-20. Вот так. Но кинотеатры, они обычно имеют с десяток залов. Причем один или два зала с очень большим экраном. Есть и во многих голд-класс, так называемый, то есть, где вы не сидите, а лежите. Можно жевать попкорн и пить шампанское. Но это, в принципе, отдельная тема. Так что прокат здесь, в принципе, такой же, как и прокат во всем мире. С единственным ограничением, отступлением, что в Австралии все доходит в самую последнюю очередь. То есть, в то время, когда кино уже показали по 100-500 раз где-то в Штатах, в Европе и в России, в Австралии оно будет демонстрироваться впервые. Дальше вопрос от Василия. Пожалуй, будет, наверное, последний вопрос. Был бы здорово еще раз увидеть видео с участием недавно прибывшей пары на зеленый континент. То есть, я так понимаю, речь идет о Викторе и Наталье. Да, скоро будет еще одно видео. Насколько я знаю, ребята нашли работу, нашли оба. И они, в принципе, готовы поделиться самой свежей информацией. Полагаю, что видео будет, может быть, через неделю, через две. Мы опять встретимся с Андреем. И они, вот Виктор и Наталья, поделятся своими впечатлениями о поиске работы. Итак, это был последний вопрос. И под конец у меня есть пару пожеланий. Друзья, в нашей группе ВКонтакте есть очень хорошая рубрика, которая называется «Новые идеи». Так что, пожалуйста, не стесняйтесь закидывать туда свои идеи либо для следующих видео, либо для следующих таких вот вопросов-ответов. Потому что некоторые вопросы, которые вы задаете в личных сообщениях, они действительно очень интересны. Они интересуют очень такую большую группу людей, студентов или тех, кто собирается приехать в Австралию, или тех, кто просто интересуется Австралией, но не собирается никуда переезжать. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите в нашу группу и оставляйте там все свои пожелания. И призыв второй. Недавно я проштудировал YouTube, посмотрел подписчиков, посмотрел тех, кто интересуется Австралией, и обнаружил такой интересный факт, что за последние несколько месяцев, вот в конце прошлого года, в начале этого года, очень многие ребята в Австралии начали также блогерство, начали делать видео с обзорами по Мельбурну, по Сиднею, по другим городам. Но видео вроде интересное, однако просмотров почему-то мало. И поэтому вот всем вам советую. То есть, если у вас есть свой канал где-то, ребят, пожалуйста, давайте как-нибудь все вместе мы скооперируемся, выкладывайте видео либо в нашей группе ВКонтакте, либо как-то давайте спишемся, сделаем, может быть, совместное видео. Потому что все мы занимаемся одним и тем же делом, и ваше видео, в принципе, достойно гораздо большего просмотра и большего количества подписчиков. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, выкладывайте свои видео в нашей группе, и, может быть, мы сделаем какой-то еще совместный проект, а может быть, все вместе соберемся на барбекю и сделаем какую-то такую, знаете, большую тусовку. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, можно и завершить это видео. Как видите, ремонт еще в процессе, это еще не финальный результат. Я же благодарю каждую из вас за все ваши вопросы, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Пожалуйста, спрашивайте, оставляйте свои вопросы в YouTube или в нашей дружной группе ВКонтакте. Если вы не подписались, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И если это видео вам понравилось, то можете поставить лайк. Я же желаю вам всего самого хорошего, оптимизма, здоровья и немножечко удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok